работаем над этим. Должно и видео появиться. Мне пришлось заново инсталлировать и устанавливать, настраивать всю программу. Причем при каждом заходе в Zoom-конференции вот такая сложная процедура происходит. Так, включаем видео. Ой, темно только очень, да? Сейчас я зажгу свет искусственный. Да. Теперь меня видно? Видно, но... Я двигаюсь или... Не двигайтесь. Нет. Значит, что-то не то. Сейчас остановим видео и заново его запустим. Так. Камера ведет у меня следующим образом. Индикатор зеленого цвета, который показывает ее состояние, в каком-то мигающем режиме находится. В нормальных ситуациях он просто вот горит постоянно зеленым цветом. Сейчас он даже... Это другой Александр Солдатов. Да. А кто это, интересно? Я думаю, что это вы просто с другой... Так, давайте скроем другого, да? Пусть один останется. Да. Может, это актер Александр Солдатов, я же не знаю, может быть. А так он же этот мир покинул недавно. Актер. Ну, уже так года два, наверное, прошло. А-а-а. Не так уж и недавно. Так, меня по-прежнему не видно, да, наверное? А почему же она не хочет? Так, давайте еще минутку попробуем установить, ну, а потом уже... Настройки видео. Сейчас я посмотрю. Включать. Нет, часто бывает зумом отказываться работать. Камера не что делать. Ну, если помните, я вам предлагал попробовать в Фейсбуке конференцию организовать. Там вроде никаких сбоев не бывало. В Фейсбуке будет трансляция. В Фейсбуке будет трансляция. Давайте, может быть, сделаем Фейсбук основным каналом, через который будет видеоизображение передаваться. А здесь? Я боюсь, что так нельзя. Можно просто, наверное, настроить в Фейсбуке саму трансляцию. Но так, чтобы сюда транслировать, нельзя сделать. Сейчас. Может, тогда фотографию, как в прошлый раз? Может быть. Но это, конечно, не очень хорошо. Давайте... А вот была ведь какая-то фотография, когда я заходил через Фейсбук сейчас сюда. Да, нужно просто видео выключить. Вот. А, точно. Точно. Давайте-ка остановим видео. Ну, вот. Появилась фотография, да? Да, да. Как будто вы вот перед камерой и, собственно, просто статично. Да, вот у меня почему-то такая проблема бывает с разными стримами. даже в «Новой газете», если помните, когда я брал интервью у Кураева, пришлось статической картинкой ограничиться. так. Ну, какой у нас будет формат? Будут еще какие-то воспоминания, кроме моих? Нет, я приветствую еще раз всех, кто присоединился. если будут люди, которые лично знали Людмилу Михайловну, которые могут рассказать по данной теме что-то новое. Но, в принципе, формат предполагался, что в основном вы рассказываете. Вот. Да. Ну, тогда начнем, да? Ну, я, в принципе, готов. Прекрасно. Всем здравствуйте еще раз. Приветствую нашего гостя Александра Валерьевича Солдатова, журналиста, главного редактора портала «Кредо Пресс». Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Родион. Вот сегодня решили поговорить на довольно необычную тему. И сама тема вызвала у многих негодование. Я не знаю, правда, кто эти люди. Будем беспристрастно беспристрастно, скажем, что просто люди, переживающие за МХГ, за ее деятельность, за Людмилу Михайловну. Кто-то в комментариях, когда услышал тему, да, духовный поиск Людмилы Михайловны, религиозные поиски, написали дословно «О кошмар, о ужас». Вот. Причем, когда я попросил расшифровать, что они имеют в виду, они ничего не ответили. Хотя у них был целый день. В связи с этим первый вопрос. Как вы думаете, чем это связано? С упоминанием слова «религия» или «духовный путь»? Да, я думаю, это связано с какой-то вот аллергией на клерикализацию, вот, когда уже, так сказать, и правозащитные сообщества, и в либеральные СМИ как-то вот пытаются пролезть в московской патриархии в тех или иных ее проявлениях. Помните, когда только начиналось патриаршество Кирилла, то господин Ли Гойда, так сказать, возглавивший новую структуру в составе московской патриархии, такую мощную пиар-службу, действительно пытался и контакты новые налаживать в самых неожиданных сферах. И отец Севал Чаплин этим занимался. И осваивать всевозможные современные площадки типа социальных сетей, вот, каких-то каналов. Сейчас, конечно, эта активность резко снизилась, как мы видим, но страх, может быть, и какое-то отторжение вот от столь агрессивной информационной политики московской патриархии у публики остается. Особенно это чувствуется в такой либеральной среде, в правозащитной. Будучи постоянным автором новой газеты, я постоянно под своими текстами получаю комментарии типа того, что уже надоело нам про этих попов читать, да мы все понимаем про этого патриарха, да сколько можно, да, в общем, да, уже как бы религия в далеком прошлом осталась. Ну, то есть, есть некое, знаете, такое вот гипертрофированное желание защитить свое поле от опасности клерикализации, вторжения даже на это поле вот какой-то такой как бы церковной пропаганды. Ну, вот, наверное, так бы я это объяснил. Ну, думают, что мы будем говорить какие-то благочестивые легенды, вот о том, как Людмила Михайловна ходила в церковь, ставила свечки, заказывала требы. Вот, конечно, такого типа религиозности у нее не было, насколько мне известно, вот, тех рассказов, которые я слышал, и которыми я готов поделиться сегодня. Вот, поэтому можем этим друзьям, нашим единомышленникам ответить, что нет, речь не пойдет ни о клирикализации, ни о каком-то таком вот традиционном церковном благочестии. Вот, тут такой, знаете, был тип религиозности, вот, близкий тому, что я понимаю под альтернативным православием, близкий к каким-то моим собственным поискам, там, определенной давности, которые привели меня к уходу из таких крупных, хорошо организованных конфессий из московской патриархии в такие достаточно как бы маргинальные, но вместе с тем более, ну, что ли, такие вот не заформализованные, более аутентичные, как мне кажется, общины. Ну, я так понимаю, что вот такой вот все-таки приходской религиозности не было и в сфере альтернативного православия. От Валерия Ильинична-Новодворской, которая, собственно, была выцерковлена, но не в АПЦМП. Ну, вы знаете, той общине, к которой она принадлежала, отца Якова Кротова, ее упомянули, Валерия, да, там сам термин воцерковления тоже вызывал определенное неприятие, и отец Яков пытался бороться с разными субкультурными формами церковной жизни, вот с каким-то таким нарочитым свечным, просворочным благочестием. Я помню, был я у него один раз на литургии, которая совершалась в таком приспособленном помещении, вот, и после литургии состоялось такое неформальное чаепитие с разными спорами, беседами, во время которого чай закусывали просворками, на которых перед этим совершалась литургия. Ну, для, наверное, такого консервативного благочестия это кощунственно, да, выглядит. То есть, если что, мы понимаем под воцерковленностью. Многие понимают под этим субкультуру какую-то, внешний вид, лексика определенная, какие-то манеры себя держать, способы там, так сказать, молитвы и прочего благочестия церковного. Вот в этом смысле Валерию Ильиничну наверное нельзя назвать воцерковленной. Если бы она попала в Троице-Сергиеву Лавру на какой-нибудь престольный праздник, там бы зашикали, наверное, другие старушки, послушники. Вот, вряд ли она бы смогла вести себя в полном соответствии с регламентом принятым Троице-Сергиевой Лавре. Нет, ну, конечно, все-таки речь идет прежде всего о таинствах, в которых человек участвует. Я думаю, что... Да, тут я готов согласиться в рамках этой общины отца Якова может быть недостаточно регулярно, как-то так вот прерывисто, но Валерия Ильинична в таинствах участвовала. Была в этом замечена, но тоже как-то по-своему это понимая. Дело в том, что община это даже как бы не имела такой, знаете, с религиоведческой точки зрения стопроцентной юрисдикционной и конфессиональной идентичности. Сам отец Яков называл ее православной, находящейся в общении с престолом апостола Петра, то есть в общении с римско-католической церковью. Сейчас отец Яков, насколько вот я читал, даже формально вошел в состав католической церкви, поскольку его епископ Игорь Исиченко в Харькове вот, тоже официально присоединился к украинской греко-католической церкви. То есть той самой, где центр в Ватикане? Ну, вообще формально центр в Киеве, украинской греко-католической церкви, но поскольку они католики, то в какой-то степени, да, они разделяют догмат о первенстве преемника апостола Петра в церкви, о том, что папа обладает особыми какими-то полномочиями. Вот, но это все отдельная, очень большая тема. Греко-католики, они все-таки одной ногой в православной традиции стоят. Вот, и там есть, скажем, такая позиция, которая выступает за делатинизацию церкви и считает, что украинская церковь и римская церковь это просто две поместные церкви, которые в равноправных должны состоять отношениях. Но официальной доктриной, да, еще с XVI века в этой церкви остается признание примата Папы Римского как вселенского архиерея. То есть, епископы, по крайней мере, его там поминают в таком качестве, священники уже вот не всегда. Но это мы с вами какие-то, мне кажется... Да, это мы опять уходим... Уходим в наши узкопрофессиональные темы. Да. Собственно, тогда давайте дальше и заканчивая с негативными комментариями, еще был вид вот таких комментариев, что какой же духовный путь, если человек сначала вступает в КПСС, потом уезжает, борется против власти, потом уезжает в США, потом возвращается. И на это, собственно, хочется ответить, какой же духовный путь бывает без исканий. То есть, если на печке лежать и ничего не делать, то тут действительно все очень понятно и просто и прямо. А любой путь, он как-то предполагает какие-то поиски, какие-то ошибки, какие-то пробы. Никто даже не застрахован. Как вы бы ответили на эти комментарии? Ну, я согласен с вашим пониманием слова путь, да, вот, это определенное, конечно, движение от одной точки к другой, к третьей, к четвертой, преодоление каких-то предыдущих этапов. Вот. об опыте членства в коммунистической партии мы как-то с Людмилой Михайловной специально не говорили. Поэтому имело ли это отношение к, собственно, духовным исканиям, или это был просто формальный какой-то такой вот этап, связанный с внешними условиями жизнедеятельности в то время, вот, который не затрагивал ее мировоззрение глубоко. Этого я не знаю. Мне кажется, она так довольно иронически отзывалась о своем членстве в КПСС. Вот. То есть, я не думаю, что это было частью именно философской позиции, которую она решила выбрать на каком-то этапе жизни. Вот. Это были просто некие такие вот внешне исторические условия, видимо, того времени. Хорошо. А сама просто Людмила Михайловна про свое вступление в КПСС говорила, что все-таки она хотела реформировать партию внутри, и у нее были иллюзии, а потом она ушла от этой мысли, ну и занялась тем, чем она занялась. Ну и в этом смысле, как провозгласил манифест нововозродившегося комитета свободы совести, свобода совести, это не только религиозная свобода, понимается намного шире, то есть, например, тот знаменитый эпизод, когда Людмила Михайловна подписала свои фамилии и письмо в поддержку диссидентов, это, собственно, тоже было проявление свободы совести, и за это она поплатилась, ее уволили с престижной работы, и она осталась в такой довольно серьезной бедности, но ее семья ей очень в этом помогла, никто не осудил за это, и она начала такой вот, условно говоря, нашим языком выражаясь, исповеднический правозащитный путь. Но были еще другие высказывания Людмилы Михайловны, например, то, что когда ушел ее отец на фронт, она вот говорит, что очень жалела, что не могла за него помолиться, совершенно у нее не было никакого религиозного опыта духовного, хотя вот душа ее желала, может быть, о подобных каких-то переживаниях она вам более подробно рассказывала. Да, но может быть, чтобы у нас правильный контекст беседы возник, я бы вначале рассказал об истории вообще моего сближения с Людмилой Михайловной, как мы дошли до того, что она стала мне вдруг рассказывать о своем религиозном каком-то опыте и о своих религиозных запросах. Это же не случайно произошло и не спонтанно. Вот, так что, если вы мне дадите две-три минуты, я постараюсь... Можно и больше. Да, ну, спасибо. Значит, дело было так. Понятно, что, в принципе, наше знакомство произошло на стезях моей журналистской деятельности, которой я занимаюсь с начала 90-х годов, вот, а вся моя журналистская деятельность связана с религией. Я работал в московских новостях довольно долго, потом в «Огоньке», потом вот в «Новой газете» появился наш портал. Когда я работал в московских новостях, я смотрел на Людмилу Михайловну, я был совсем молодым, тогда юным, смотрел, конечно, с гигантским пиететом, как на классика и такую икону своего рода правозащитного движения. Поэтому я видел ее в основном издалека на каких-то крупных мероприятиях. Вот, возможно, что я задавал ей какие-то вопросы на пресс-конференциях, но это было очень такое формальное официальное общение. Когда появился наш портал Кредо в 2002 году, у нас появилась возможность по разным эпизодам, ну, портал имел правозащитную направленность с самых первых дней своего существования. Мы пытались помогать тем религиозным общинам, которые подвергались гонениям. И вот по разным эпизодам этих гонений мы обращались к самым авторитетным российским и даже зарубежным правозащитникам, чтобы получать какие-то их комментарии и рекомендации этим общинам, как поступать в такой ситуации. И, конечно, довольно быстро среди вот таких постоянных наших экспертов по гонениям на верующих оказалась Людмила Михайловна. Вот. В нашем штате портал работал, ну, и сейчас он там, в общем, состоит, хотя мы сейчас в таком весьма тяжелом положении находимся организационном. Да, Владимир Наумович Ойвин, тоже, в общем, человек известный в узких кругах правозащитного движения, заместитель директора фонда «Гласность». Вот. Он был более неформально знаком с Людмилой Михайловной, часто стал ей звонить и брать для нашего портала интервью вот по разным конкретным кейсам. Вот. На каком-то этапе я к этому подключился. Самый, как бы, интенсивный вот период нашего общения пришелся на два процесса, на два кейса судебных. Первый был связан с гонениями на Российскую Православную Автономную Церковь. У нее сначала отбирали храмы совершенно безобразным образом. Затем началась вот эта эпопея с делом о мощах, когда решили отобрать мощи святых, хранившиеся в храме, уже в таком домовом храме в Суздале, где располагался центр Российской Православной Автономной Церкви. Вот в этом деле Людмила Михайловна приняла уже очень активное непосредственное участие, подписывала всевозможные ходатайства, передавала даже президенту Путину при их личных встречах какие-то письма в поддержку РПАЦ Российской Православной Автономной Церкви. Затем, если вы помните, ну, вам я лично об этом рассказывал, а другие наши слушатели могут не знать, вот это дело о мощах, где я очень активно стал поддерживать Российскую Православную Автономную Церковь, потому что это уже какой-то абсолютно средневековый запредельный процесс, когда государство верующих пытается отобрать мощи, вот это что-то неслыханное. Да, этот процесс плавно перерос в преследование уже меня и нашего портала по делу об экстремизме. Один из фильмов, который мы сняли тогда, он назывался представное благочестие о попытках судебных приставов изъять у верующих мощь разными способами, уговорами, угрозами, проповедями. Вот этот фильм был признан экстремистским материалом, и я выступал ответчиком по делу о признании этого фильма экстремистским материалом, и у меня как бы вот мне светила перспектива уголовного преследования по антиэкстремистским статьям, вот, и в это время Людмила Михайловна приняла ну как бы самое такое непосредственное активное участие в моей судьбе, можно сказать, даже психологически меня поддерживала, и именно в этот период мы чаще всего с ней встречались. Она пыталась меня познакомить с какими-то влиятельными людьми, с заместителем руководителя администрации президента, чтобы они увидели, как она говорит, посмотрели на мое лицо и увидели, что я не экстремист, послушали все-таки пыталась какое-то гуманитарное начало в них нащупать, растормошить и как-то вот расположить их ко мне. Все это было, конечно, не очень эффективно, но, по крайней мере, вот вокруг этих двух дел мы с ней очень часто встречались, и она меня стала приглашать к себе домой, поскольку она уже редко достаточно оттуда выходила, появлялась в каких-то публичных местах, вот, мы встречались у нее в основном дома, в этой комнате хорошо известной, где потом и президент Путин побывал на Арбате, на углу Старого Арбата и Плотникова переулка. Ну, вот вкратце такой бэкграунд. Таким образом, наше общение с ней на религиозные темы в том числе приходится на период с 2010 по 2014 годы. Десятое это дело об изъятии храмов, потом 2012-2013 годы это дело об изъятии мощей и 2014 год это уже преследование меня как главного редактора портала за распространение экстремистских материалов. так, теперь можно... Это получается уже середина десятых годов получается, да? Да, получается, это не так давно, да. До этого вы никак не взаимодействовали, да, с людьми? До этого мы взаимодействовали очень формально, как я вам рассказывал, то есть мы встречались на официальных мероприятиях, и я как журналист задавал ей какие-то вопросы, вот, либо наши сотрудники портала, и я в том числе, просто звонили ей по телефону, и как бы пытались получить ее рекомендации для верующих тех или иных конфессий, которые подвергались гонением. Ну, это были, скажем, там, свидетели Говы, естественно, саентологи, кришнаиты, вот, ну, разные альтернативные православные преследовались и до Сузбольских дел, безусловно. Вот, то есть я просто как журналист, который был в теме, брал в нее интервью, вот в то время ей иногда звонил. Ну, чаще это делал Владимир Новомычевин и другие наши сотрудники, то есть мое общение было крайне-крайне таким поверхностным, вот. Да, еще важный эпизод, тоже нельзя его упустить, мы же ведь являемся официальными партнерами Московской Федерации. только хотел спросить. Да, у нас подписано соглашение об ассоциации. Это было в 2010 году, когда стало ясно, что наш портал, так сказать, будут пытаться закрыть. Патриарх Кирилл был избран на свой пост, как вы помните, в 2009 году и став патриархом, он несколько раз делал заявление, которое мы принимали на свой счет. Например, в декабре 2009 года он заявил, что в интернете существуют такие самозваные, как бы, религиоведческие ресурсы, которые выдают себя за респектабельные СМИ, а на самом деле просто выполняют заказы по компрометации русской церкви, по антицерковной пропаганде, и надо этим господам давать по рукам. Это был еще как бы относительно успешный период нашего существования. У нас был штат, финансирование, офис, а уже через несколько месяцев мы всего этого лишились и испытали первую волну такого мощного прессинга со стороны государственных, конечно, структур, но, видимо, вдохновленной действиями патриарха и его окружения. И вот именно в это время, почувствовав, что мы как бы беззащитны перед этой опасностью, мы обратились за помощью к Московской хельсинской группе. Вообще протагонистом этого дела был отец Глеб Якунин, который был большим другом нашего портала чуть ли не два-три раза в неделю, даже в своем болезненном состоянии. Он к нам приходил в офис. И, в общем, как бы он эту идею продвигал, что если мы будем одним целым с Московской хельсинской группой, тогда нас будет очень сложно просто вот так физически уничтожить. Я думаю, что его поддержал Валерий Борщов, другие, отец Георгий Дельштейн, другие члены Московской хельсинской группы. И, в конце концов, на заседании в мае 2010 года вот было торжественно подписано между мной и Людмилой Михайловной это соглашение об ассоциации портала с Московской хельсинской группой. Хотя, конечно, прежние позиции мы вернуть себе не смогли. С тех пор портал существует в таком режиме safe mode в домашних условиях, без штата, без офиса, без финансирования. Но нас, по крайней мере, перестали так уж брутально как-то прессовать, запугивать. Ну, до тех пор, пока не началось в 2014 году дело об экстремизме. Вот. Да, пожалуй, что именно на этой почве были наши первые неформальные контакты с Людмилой Михайловной. То есть, отец Глеб меня просто к ней привел. Кажется, мы были и дома тогда первый раз у нее. Да. И вот при первой такой неформальной беседе она сказала, что очень хорошо знает наш портал. Ну, это понятно, она давала интервью нам неоднократно. Оказалось, что она и читает нас, она упоминала какие-то материалы, которые оказались ей особенно важными. Вот. И после этого на каждой буквально встрече она повторяла мне вплоть до 2014-2015 годов, что она считает большим недостатком современного российского правозащитного движения вот такую нечувствительность и некое игнорирование проблематики свободы совести, проблематики религиозных гонений. Вот. В конце концов она стала говорить, что свободы в области мировоззренческого выбора гораздо важнее политических свобод. Политические являются только такими прикладными, которые как бы обслуживают некие основные свободы, а мировоззренческие, религиозные являются базовыми, фундаментальными. А у нас вот в правозащитном движении наоборот все поставлено немного с ног на голову. Мы гораздо больше говорим о свободе слова, свободе выборов политических партий, нежели о свободе совести, о свободе религиозной веры, выбора мировоззрения. Вот. Да, это был такой, так сказать, постоянный рефрен во время наших бесед с ее стороны. Вот. Но теперь, если позволите, я готов рассказать о тех воспоминаниях о своей церковной жизни, если это так можно назвать, которыми... Да, прекрасно. Единственное, что хочу отметить, что вы и стратегию выбрали, похоже, на МХГ, вы не захотели становиться, ну, так называемым, иностранным агентом. Вот. И, собственно, из-за этого вы лишены, я так понимаю, штата и офиса, да? Ну, во-первых, по закону, по средствам массовой информации в России не могут быть иностранными агентами. Такой статус могут получать только некоммерческие организации, ну, какие-то вот политические, общественные. Вот. У средств массовой информации другое там законодательное регулирование. Там запрещается иметь больше 25% финансирования из зарубежных источников. То есть СМИ может только тогда прибегнуть к зарубежному финансированию, когда она найдет 75-3 четверти денег где-то внутри страны, внутри России. Ну, вы знаете, у нас как бы такого налаженного финансирования стабильного никогда и не было. Мы получали просто пожертвования вот в течение первых там 8-9 лет. Такие разовые пожертвования. Постепенно мы стали даже из разных источников получать. Но наших крупных жертвователей удалось вот в 2009-2010 годах запугать и лишить возможности нам помогать. Одного жертвователя даже под домашний арест посадили на какое-то время. Ну, не за то, что он помогал порталу, конечно, а за его бизнес-деятельность. Но его бизнес ничем не отличался от бизнеса других его партнеров в этой сфере. Это был строительный бизнес в то время. но посадили именно его, а не партнеров. Потому что, видимо, это было связано все-таки с поддержкой нашего портала. Да. Ну, зарубежным агентам, в принципе, я не боюсь этого, иностранным агентам, вот этого лейбла самого по себе я как-то не очень стесняюсь. но просто для СМИ это как бы не вариант. Просто нет, закон не предусматривает такого статуса у российских СМИ. Мы могли уйти в иностранную юрисдикцию, конечно, мы думали там переехать в Украину, например. Вот, но это тоже все не очень просто, я же гражданин России, и поэтому, получая в Украине определенное финансирование, я имел бы проблемы с российской властью как гражданин России, если бы особенно я приехал сюда на территорию России. Так что этот вариант тоже оказался не очень жизнеспособным. Вот так мы до сих пор как бы существуем за счет инерции, полученной в те первые годы нашего относительно такого благополучного бытия. вот, и да, положение портала весьма остается нестабильным, неуверенным. Вот, думаю, что многие издания, оказавшись в такой ситуации, просто бы закрылись, и, ну, пока вот фанатизм нас как-то удерживает от полного закрытия. Вот, последний вопрос на эту тему, потому что в ХГ находится тоже не очень простая ситуация, вот сколько человек осталось таких ваших единомышленников, которые готовы поддерживать работу портала, брать интервью, вести аналитическую работу и так далее? Ну, знаете, в штате, как бы вот в постоянном ежедневном режиме кроме меня никого не осталось, кто готов был этим заниматься. Осталось небольшое количество, порядка, может быть, 10-15 внештатных авторов, вот, которые с разной там периодичностью, кто-то раз в месяц, может быть, кто-то раз в неделю, ну, готовы что-то такое написать для портала, вот, или поискать какие-то нужные нам материалы, для того, чтобы мы их отмониторили, допустим, вот, но это такие вот, знаете, волонтеры, которые только вот нерегулярно по какому-то зову души могут что-то нам предложить. В качестве такого вот рабочего, рабочей лошадки я один остался, больше никого нет. Есть, ну, как бы команда, которая поддерживает движок портала, вот, ну, это команда просто профессиональных программистов, которые зарабатывают массу сайтов, массу проектов, вот, они когда-то нам сделали этот так называемый новый движок, и если бывают проблемы, мы к ним обращаемся, но это такая вот обычная техническая поддержка, это не часть команды. Вот. Ясно, тогда вернемся к религиозному поиску Людмилы Михайловны. Ну, вот, первое, что я уже сказал, это признание ею приоритетности, самой темы, да, свободы совести. Вот, я как бы ее об этом и не спрашивал особенно, но почему-то она каждую нашу беседу начинала с этих слов, что вот как жаль, что в нашем правозащитном движении не понимают, что это базовая свобода и что нужно на нее как бы обращать приоритетное внимание, а на нее у нас обращают внимание по остаточному принципу. Вот, считается, что верующие до сих пор в России явление маргинальное, особенно вот в либеральной среде, поэтому защищать их как-то особенно неинтересно, и сами себя не могут защитить, что это совершенно неправильно. Вот, когда она мне рассказывала о своем собственном пути, о своей биографии и опыте, то она вот в частности вспоминала детство в Евпатории, ведь она родилась в Евпатории, да, вот, и говорила, что так она очень-очень смутна, ну, поскольку там совсем раннее детство прошло, но помнит храм, который там не закрывался, единственный храм, естественно, в этом городе, вот, и что у нее был какой-то такой особенный интерес и чувство чего-то сакрального, что там происходит, она часто была, гуляла около этого храма, проходила мимо, вот, но внутрь вроде вот как она не решалась зайти, но будучи совсем маленькой, вот, что-то так вот я помню, что Евпатория упоминалась в этих ее воспоминаниях, более подробно она мне рассказывала о том, как уже в Москве, когда она работала в НИИ, да, в институте, ее сына пытались призвать в армию, и она ходила, значит, в самый какой-то тяжелый момент, периодически ходила в храм Иоанна Воина на Экиманке, который, ну, хорошо известен, да, православным москвичам, вот, и ставила там свечку перед иконой Божьей Матери, у нее была какая-то особенная такая избранная икона, вот, и, как бы, после этого чувствовала, там проходило какое-то богослужение, но она старалась так незаметненько туда войти, не вдаваясь в подробности в изучение того, что там происходит, вот, просто у нее была такая вот избранная, излюбленная икона, перед которой она периодически ставила свечку и какую-то ощущала после этого поддержку свыше. Но, как-то вот уже войдя в правозащитное движение, она постепенно стала понимать, что Московская Патриархия это тоже часть, в общем, номенклатуры, аппарата, может быть, даже репрессивной машины советской власти, вот, поэтому, ну, как-то вот искать ответы на вопросы именно там, в этой официально созданной советской власти. Она постепенно стала понимать, что Московская Патриархия для себя, себя начал слышать, накладывается в Фейсбук. А, там задержка идет, трансляция, да? Небольшая, да. Понятно. Да, вот такое критическое отношение к Московской Патриархии постепенно сформировалось, и когда мы с ней уже встречались, мне не приходилось ей объяснять, что такое альтернативное православие, потому что она мне сама говорила первое, что я, конечно, понимаю, что Московская Патриархия это просто часть государственной машины, что это как бы не совсем религиозная организация. Да, там есть верующие люди, там есть как бы микро-религиозная организация на микро-уровне, на низовом, но рассматривать всю Патриархию в целом, всю эту структуру созданную там во время Второй мировой войны как по-настоящему религиозную организацию, нет, невозможно. Вот, и она, может быть, пытаясь сделать мне какой-то комплимент, говорила, что считает себя тоже альтернативной православной, то есть исповедует православную веру, насколько она ее понимает. Говорила мне даже, что читает иногда молитву «Отче наш», единственная каноническая молитва, которую она читала, остальные молитвы она своими словами произносит. Вот, и как бы понять все вот это литургическое богатство и богословское наследие православия мешало ей то, что оно ассоциировалось с московской патриархией, с этой институциональной какой-то официальной государственной религиозностью. Вот, то есть она себя называла православной, но не выцерковленной, в этом смысле альтернативной православной. Вот, собственно. Но вы ее не приглашали при этом по-своему. Нет, ну, я приглашал, конечно, но при этом понимал, что ее состояние физическое ну, как бы не позволяет ей так разъезжать. Вот, она и сама как-то говорила, что с удовольствием побывала бы в Суздале, если бы была в силах это сделать. Ну, это было ведь уже, ну, вот, как вы сами справедливо заметили, не так давно. Вот, был уже в достаточно таком почтенном возрасте. Людмилу Михайловну. Поэтому как-то было бы опрометчиво, наверное, вести ее в Суздаль. Да, какой-то был еще интересный такой эпизод. Да, она постоянно читала Библию, между прочим. Спрашивала меня о новом переводе, потому что модальный перевод ей казался местами неудобо варимым. Мы говорили даже как-то один раз о переводе, который делался в российском библейском обществе. Вот, она мне показывала, где у нее на полке стоит Библия. У нее было какое-то количество икон дома, но они так были неупорядочно расставлены, да, без какого-то там красного угла, с лампадами. То есть каких-то вот, знаете, атрибутов официальной такой, ну, как бы канонической в кавычках религиозности, она избегала. Вот что-то как-то вот они вызывали у нее недоверие. Вот, она хотела, чтобы это все было максимально как-то неформально. Вот, помню, был такой эпизод, когда ее очень сильно критиковали за участие в открытии Саентологической церкви Москвы на Таганке, да, это, я уж не помню, какой год, 13-й, может быть, был 12-й. Она там выступала на вот этом торжественном мероприятии, вот, и она как бы признавала, что у нее сложное отношение к Саентологам, что эта религия очень специфическая, где она, конечно, видит заметную такую коммерческую составляющую, бизнес, вот, но если даже вот в этой бизнес-активности у людей есть религиозные убеждения, какой-то мировоззренческий поиск, какая-то философия, то она как бы вот на чаше моральных весов перевешивает весь их бизнес, всю коммерциализацию, поэтому все равно их надо защищать, независимо от того, что о них говорят, как о таком коммерческом культе, если там есть религиозность и философия искренние, значит, они заслуживают всяческой поддержки. Ну вот, тем не менее, какие-то колебания определенные по поводу саентологов, да, ей высказывались в наших беседах. Ну, тут еще надо сказать, что у нее, в принципе, ко многим вещам, по-моему, было такое отношение, когда, например, отец Селу Чаплин заявил о том, что необходимо ввести дресс-код чуть ли не по всей России, она сказала, что, Людмила Михайловна сказала, что сама в мини-юбке сходить не хочет, но при этом не имеет права, собственно, никому не позволит, значит, чужую свободу как-то ограничивать, если это не противоречит закону страны. Ну да. Да. А вот взаимодействие, сотрудничество Людмилы Михайловны с Глебом Якуниным, как-то вот вы говорили, что тоже можете об этом рассказать немножко. Ну, во-первых, я упоминал уже о том, что отец Глеб вот эту идею подал ассоциацией нашего портала с Московской Хельсинской группой. Да. Группой. Мне кажется, что во время, вот я боюсь, что я не очень точно сейчас уже воспроизведу эту беседу, но как-то вот зашла речь о посмертных молитвах, ну, не об отпевании, но, по крайней мере, о какой-то зупокойной молитве, и Людмила Михайловна что-то такое говорила, что единственный человек, кому она может это доверить, это отец Глеб. Но в каких именно выражениях она это говорила? Мне кажется, там не шла речь об отпевании, то есть она, видимо, не просила, как бы не претендовал на то, чтобы отец Глеб ее отпевал, вот, но она говорила, что она, по крайней мере, понимает и доверяет вот молитвам отца Глеба, в то время, как в московской патриархии это все просто такой вот формальный ритуал, как правило, так сказать, поставленный на поток. Вот что-то такое, да, какой-то был эпизод с отцом Глебом. Ну, чего-то еще специфического, может быть, вы напомните, что именно, о чем именно мы говорили? Нет, тут точно я тоже не помню, но вы говорили, что в этой связи есть какая-то информация, но тут вот вопрос такой тогда, есть ли действительно Людмила Михайловна говорила о том, что в РПЦМП нет, это не религиозная организация, и она не готова ее так рассматривать, мы же знаем, что она, ну, если не дружила, но была в каких-то таких деловых, можно сказать, отношениях с отцом Георгием Эльштейном. В принципе, можно сказать, недружески, да, хотя отец Георгия Эльштейна никогда из московской патриархии не уходил, и хотя при этом очень жестко ее критиковал, и критикует до сих пор. До сих пор, да, это не шаг. Вот замечательный фильм недавно был представлен, где он ее очень жестко критикует. Да, но я же оговорился, что на низовом уровне Людмила Михайловна допускала существование религиозных организаций московской патриархии. Наверное, ей была близка, хотя это прям не проговаривалось так формально, близка идея преобразования московской патриархии в конфедерацию приходов, приходских общин из нынешней такой гипервертикали, где только патриарх принимает решения, а все остальные даже епископы не обладают никакой особенной властью. Вот, ей была более понятна, наверное, идея такой вот конфедерации пихотских общин, которые, может быть, сами епископы себе избирают. По крайней мере, она признавала, что очаги низовой такой вот религиозности есть в московской патриархии, там даже есть внутренние гонимые общины. Вот когда гнали Кочетковцев в конце 90-х, начале нулевых годов, она тоже ведь что-то в их защиту говорила. Вот, но согласно моей концепции такой религиовеческой, внутри московского патриархата существует тоже альтернативное православие, вот, которое, не порывая как бы номинально с московской патриархией, пытается внутри создавать какие-то вот, предлагать какие-то альтернативные пути развития церковной жизни, создавать себе какие-то сферы независимого существования этой иерархии. Вот даже то, что происходит сейчас в Среднеуральском монастыре со старцем Сергием, который вроде извержен из Сана, вот, и, в общем, выталкивается активно из этой церковной структуры, но он при этом оттуда не уходит, это тоже какая-то попытка нащупать вот на этом правом фланге какой-то вот способ альтернативного существования внутри московской патриархии, но без подчинения ее иерархии, без разделения ее идеологии, да, вот, так что, нет, ну, конечно, не надо абсолютизировать это высказывание, вот, она не рассуждала в терминах благодатности, безблагодатности, каноничности, неканоничности, нет, конечно, она в таких вот гуманитарных категориях рассуждала, что рядовые верующие, даже рядовые священники там есть, хорошие, искренние, даже гонимые, но вот сама структура, аппарат, вертикаль, это, конечно, к религии отношения не имеет, это часть государственной машины, именно так это надо рассматривать, и эта часть сама постоянно инициирует репрессии, гонения, сама в них как-то вот подзуживает, подталкивает светскую власть, Сузовское дело, кстати, это очень хорошо демонстрирует, как Московская патриархия, не входя сама ни в какие судебные процессы, не заявляя никаких требований, добивалась от различных органов власти, просимущества, администрации Владимирской области, силовых структур, ФСБ, МВД, чтобы они вот их руками, по их инициативе преследовались, значит, раскольники, так называемые, верующие православные, не входящие в Московскую патриархию. Сама патриархия всегда предпочитала оставаться как бы в тени, хотя без нее, разумеется, никакого интереса бы не было в этих структур судиться за мощи. Эти мощи же немедленно передали Московской патриархии после того, как отобрали его автономной церкви. Ну, за мощи да, а вот я слышал, что официально все оформлено на РПЦМП, и, собственно, это была такая имущественная претензия, и в связи с этим, например, с тем же старцем Сергием Романовым возникла проблема, потому что официально это единственное место жительства, там чуть ли не прописано в монастыре. Ну, это разные, конечно, очень истории. Создали в тот момент, когда храмы отбирали, они не были оформлены, разумеется, на РПЦМП, иначе как бы РПЦ смогла вообще в них проникнуть. Вот. В начале 90-х годов вот на местном уровне, ну, когда был период некоторого вообще как бы ослабления государственных институтов, и, в частности, такой вот реальной какой-то федерализации, да, когда центр Москва не следила прям за каждым решением местных властей, вот в это небольшое окно 91-92-е годы епископ Валентин 1-й ирах, РПЦ, позже митрополит, сумел получить государственную регистрацию нескольких общин Суздали, и этим общинам были предоставлены бесплатные безвозмездные пользования по соответствующим договорам храмы, которые находились в руинированном состоянии. И постепенно эти общины РПЦ на легальных основаниях, заключив охранные договоры, согласовав проекты реставрации, эти храмы реставрировали. Но вот этот вот статус безвозмездного бессрочного пользования никогда не менялся. в 2010-м по-моему, в 2010-м году появился закон Российской Федерации о передаче религиозным организациям собственность имущества религиозного назначения. И после принятия этого закона Московская Патриархия стала получать храмы и монастыри уже в собственность. Но до принятия этого закона в собственности находились только новопостроенные здания, новые храмы или какие-то просто церковно-административные здания, исторические храмы все передавались в пользование. И вот ссылаясь на этот факт, Росимущество и администрация Владимирской области заявили, что они как собственники этих храмов просто вот без объяснения причин хотят разорвать договоры бессрочного безвозмездного пользования. Что это право собственника. Он когда хочет передает в пользование, а когда хочет забирает свою вещь из чужого пользования. Вот на этом основании эти храмы далеко не все отобранные урпатс храмы переданы Московской Патриархии. Передана примерно половина те, которые сама же Московская Патриархия сочла рентабельными, которые находятся в оживленных туристических местах Суздаля. Те же храмы, которые находятся в удалении, в каких-то надшибе, так до сих пор бесхозными стоят в распоряжении Росимущества и постепенно уже разваливаются, там крыша где-то провалилась. Они приходят в то состояние постепенно, в котором они были переданы общинам РПАЦ в начале 90-х годов. РПАЦ изъяты, да, вот эти приходы? РПАЦ что? Простите? Сейчас вот эти, которые нерентабельные приходы, о которых вы сказали, они уже не во владении РПАЦ находятся. Разумеется, потому что в ходе тех процессов об изъятии храмов 2009-2010 годов стоял вопрос как бы пакетно, что надо изъять все храмы, которые были переданы. Не рассматривалась судьба каждого храма в отдельности. Росимущество требовало территориальное управление Росимущества расторжение сразу в рамках одного дела всех договоров о безвозмездном пользовании РПАЦ. Поэтому, да, были верующие изгнаны из всех храмов, создали это 11 храмов, там еще в районе, в Суздальском районе 6 сельских храмов. Да, верующие были изгнаны из всех, но патриархия взяла только там порядка, если еще сельские считать, порядка 6-7, может быть, из всего этого объема. И то, при этих взятых патриархии храмах приходские общины созданы не были, вот, эти храмы приписали к разным монастырям, как бы в нагрузку, сделали из них монастырские подворья, чтобы вот монастыри заботились об их содержании и как-то вот взяли это на свой баланс, на свою ответственность, вот. А сейчас где вот верующие ходившие в РПАЦ имеют возможность собираться? По квартирам? Ну, в основном в домашних условиях. В Суздале есть несколько таких гражданских зданий, либо построенных в РПАЦ, либо купленных в 90-е годы. Есть, например, такой синодальный дом, где находится резиденция первой иерарха, синод, гиперархиальное управление. Он был построен в конце 90-х годов на частном участке покойного митрополита Валентина. В этом храме находится домовый, то есть в этом доме находится домовый храм, который был там сразу спроектирован, но его не предполагалось использовать для таких массовых служб. Но в основном большая часть верующих переместилась в этот домовый храм, и теперь там регулярно совершаются службы, там служит митрополит, как правило. Владыка Валентин сумел построить новый храм в Суздале тоже в конце 90-х, за что он подвергался критике, насмешкам, потому что в Суздале 90-е исторических храмов примерно сохранилось при населении 10 тысяч человек. И большинство этих храмов до сих пор не восстановлено из этих 90-х. Но дело в том, что при советской власти гражданское население, если так это можно назвать, Суздале, было из центральной части города постепенно переселено за 3 километра в новый микрорайон. Его называют панельные дома, там панели. И там живет 90% вот из этих 10 тысяч жителей города. И там, разумеется, нет ни одного храма, это абсолютно новый микрорайон. И владыка Валентин там построил храм, и он был уже оформлен в частную собственность религиозной организации, но не в частную, а в собственность юридического лица. И о нем трудно поставить вопрос, вот так как об исторических храмах, поэтому он до сих пор тоже остается в ведении РПАЦ, и жители города, которые в том районе живут, ходят в этот новый храм. Ну, там еще есть несколько частных помещений, епархиальный дом есть тоже с двумя храмами. В общем, как-то эта там проблема решается, но в довольно стесненных, конечно, таких условиях, не как до изъятия храмов, а были настоящие, там просторные храмы, вместительные. Просто большая часть жителей Суздаля православных, конечно, принадлежит к РПАЦ, а не к московской патриархии, потому что туда перешла в 90-м году единственная православная община города, которая до этого была в московской патриархии, естественно, вот, а в 90-м году она перешла еще в единую зарубежную церковь, в составе которой вот потом развивалась РПАЦ. Вот, и так вот как-то по инерции, в течение всех этих 30-ти лет основная масса православных так в этой общине остается. В московской патриархии там незначительный процент православных в этом городе находится. Да, нет, это я сам, когда был в Суздале, да, я был в этих храмах, и что интересно, у самих прихожан хватало сил как-то и содержать эти храмы, и поддерживать, это, конечно, очень радовало. Вы имеете в виду в храмах РПАЦ? Да. Ну да. Ну, разговаривали о так называемом расколе, да, ну да. да, ну и вот возвращаясь к личности Людмилы Михайловны, ну и вообще многих российских и не только интеллигентов, которые, да, говорят, что в РПЦ, МП там нет того, нет всего, нет духовности, но при этом, когда им говорят, что ну вот, видите, есть альтернативное православие, есть такие приходы, есть такие, они все равно туда не идут, то есть, говоря, не еще там духовности, то есть, не является ли это такой вот, ну что ли, условно говоря, отговоркой, да, чтобы просто как-то не говорить либо на эту тему, либо либо еще почему-то. Понятно, да, мне кажется, сейчас это уже не отговорка. Во-первых, не всегда картина была такой, как вы ее описываете. В 90-е годы все-таки там, так сказать, многие представители интеллигенции приходили в альтернативное православие, вот, и какие-то поиски в этом направлении вели. Вот даже Яков Кротов, о котором мы сегодня упоминали уже в начале, он оказался вот в этой сфере тоже в результате определенных исканий, он же был, как бы не был священником изначально, он был таким православным интеллектуалом, историком, вот, можно сказать, светским, и в процессе исканий 90-х годов ухода из московской патриархии он нашел наконец ту общину, в которой он стал священником, вот, и которая, идентичность которой никак с московской патриархией не связана. Вот, поэтому я считаю, что в 90-е годы интеллигенция доходила до альтернативных общин. Вот, но потом начался процесс, как бы, такой тотальной переоценки вот этого, этих попыток религиозного возрождения, церковного возрождения постсоветского времени, который был запущен, по моему мнению, вот, как бы, самодискредитацией той же РПЦМП. Вот, тут как не прискорбно это признавать, но признать приходится, что альтернативные общины, они существуют все-таки в определенной тени, в контексте московской патриархии. Они, с одной стороны, критикуют ее недостатки, ошибки, предлагают какие-то другие пути развития, но, с другой стороны, они заложники той репутации, которую православие вообще имеет в обществе. И вот я сужу по той общине, к которой я принадлежу в Москве. У нас ведь есть настоящий храм, кладбище, там, с куполом, с колокольней. Это где Михаил Ардов служит? Да, где настоятель. Отец Михаил Ардов, он служит редко теперь, правда, он там настоятель. Вот. Так, в то время, когда стала резко падать посещаемость храмов московской патриархии, ну, с некоторой задержкой, может быть, в 3-4 года, но этот процесс и до нас докатился. И сейчас посещаемость, конечно, не такая, какая была 20 лет назад, скажем. Особенно это заметно стало при наступлении патриаршества Кирилла. И вот отец Михаил часто любил мне рассказывать, что он ездит в храм на такси и при этом в рясе. И всякий раз, когда он садится в такси, даже если таксист какой-то азиат или кавказец, вот, обязательно с ним таксист заводит разговор на тему того, что вот ваш патриарх, как же он может так себя вести, делать такие заявления, да что же это такое происходит, да он вообще верующий, да что же это такое. И отцу Михаилу приходилось каждому таксисту, насколько это можно было там успеть за пять минут, объяснить, что православие это не патриарх, что мы этого патриарха не считаем православным, что вот сохранились какие-то обломки той церкви, которая была еще до революции, или до 43-го года, или в эмиграции, вот, что не все подмято патриархией под себя, но в любом случае, всякому же не объяснишь, в массовом сознании есть вот такой бренд православия или церковь, было время, когда этот бренд имел какие-то позитивные коннотации, был престижным, потом наступило время, когда этот бренд оказался скомпрометирован, и эта компрометация зацепила всех носителей бренда, даже если они как бы пытались от всего, от всех ошибок московской патриархии дистанцироваться, критиковать и уходить оттуда, а ничего не сделаешь, как бы название-то, в общем, совпадает, поэтому приходится нести все как бы издержки, изъяны, вот, которые с этим названием связаны, с этим брендом, так светским языком выражаясь. Ну, если говорить о массовом сознании, тут можно согласиться, да, что для какого-нибудь таксиста, который там, может быть, приехал из Азии, но при этом потенциально может прийти в храм и креститься, да, действительно, он размышлять тут не будет излишним, видит патриарха, видит там храмы, и как-то у него все это сливается в единую картинку, но мы же говорим об интеллигенции, о думающих людях, которым, ну, в принципе, несложно понять там, посмотреть пару Килардов там или сойти на портал Кредо Пресс. Ну да, извините, что я так таксист, да, нет, ну вот просто делал свой ответ к таксистам, да, я понимаю, о чем идет речь, видите ли, просто в отличие от таксиста, хотя там тоже много интеллигентных людей сейчас встречается, вот этот идеальный интеллигент, который вы описали, он вынужден искать корни этой катастрофы репутационной в самом, вот в самих каких-то особенностях восточного христианства и русского православия в частности, вот, как бы он что ли в более широком историческом контексте переосмысливает вот причины этой катастрофы, этого, этой дискредитации Брэнда, вот, если там просто обыватель списывает все на ошибки патриарха, вот, сиюминутного, то интеллигент списывает это на ошибки вообще самой идеи, что вот, может быть, у католиков-то или у протестантов там, так сказать, некоторые ошибки были исправлены, а у нас они наоборот гипертрофированы, там, сакрализация государства, симфония властей, главный храм вооруженных сил, это все уже в западном христианстве невозможно себе представить, а здесь все это процветает, вот такая вот странная религиозность, идет свой духовный поиск, да, но мы при этом не видим массового притока в католическую церковь или какие-нибудь протестантские церкви, есть люди, я лично их знаю, которые, да, ушли из РПЦ, МП и ушли, например, в католическую церковь, но опять же мы не можем сказать, что это какое-то массовое явление, большинство ищущих интеллигентов там 90-е годы просто находятся в каком-то таком вакуумном пространстве, они называют, говорят, что они верят в Бога, но вот примерно вот как Людмила Михайловна говорила, да, что вроде бы, да, вот РПЦМПа не нравится, молитву отчинаш читаю, Библию люблю, но вот дальше человек никуда не идет, как-то ничего не делает, вот как вакуумный... Ну, а зачем куда-то идти? Просто вот как бы альтернативная религиозность вытеснена полностью в приватную сферу, она не предполагает, как бы не возбуждает потребности куда-то идти. У меня есть там родственники, друзья, некоторые из которых разделяют эти мои взгляды, но вот это как бы моя община, если мне нужна община, если мне нужна какая-то там кинония, коинония, вот пространство какого-то сакрального общения, соединение с Богом, где двое или трое собираются во имя Христова, так это все можно реализовать в рамках семейной, дружеской общины. А когда мы идем в какую-то крупную религиозную организацию, то там мы сталкиваемся с совершенно ненужными нам какими-то вот идеологическими, государственническими такими напластованиями, обязательствами, от которых мы, наоборот, хотим спрятаться в религиозной сфере. Вот я думаю, вот сейчас начинает преобладать такая альтернативная, интуиция, близкая альтернативному православию. В конце концов, катакомбная церковь советских времен, которой довольно много интеллигентных людей принадлежало. Лосев, например, был монахом вообще в катакомбной церкви, при этом преподавал в МГУ и был, так сказать, крупным советским ученым. Но при этом ездил в Оптину Пустынь с первой недели Великого Паста, а Оптину Пустынь все-таки РПЦМП до сих пор и тогда было. Оптина Пустынь-то открылась в 87-м году, смею вам напомнить, поскольку я успел тоже туда съездить, еще находясь в Московской Патриархии. Другой монастырь какой-то ездил и вот неделя в году он посвящал полностью молитвы. Ну да, ну естественно, в советские времена, поскольку не было никаких легальных храмов, кроме РПЦМП, то степень как бы радикализма у разных катакомбников была разной. Кто-то, ну чтобы совсем уж не забыть, как это выглядит, какова эта традиция, позволял себе изредка приходить в храмы Московской Патриархии. Я вот слышал такое предание от очевидцев. А вот это Успенский Святогорский монастырь. Успенский какой? Свято-Успенский Святогорский монастырь. Ну, вы знаете, Святогорский открылся вообще, если вы имеете в виду тот, который на Донбассе расположен. Нет, я думаю, что туда он не ездил. Хорошо, есть еще Святые горы в Псковской области, где было имение Пушкина. Но он тоже был стопроцентно закрыт в советские времена. В советские времена на территории РСФСР действовало только два монастыря. После Хрущева и до Печора и Троицергиева Лавра. Так что-то я хотел вам какой-то привести пример. А, да, мне рассказывали очевидцы из числа прихожан Елоховского собора в Москве о том, что еще в конце 70-х годов в притворе собора можно было увидеть сидящим на стульчике катакомбного схемитрополита Геннадия Сикача, которого одни люди воспринимали просто за нищего, который милостыне собирал, а другие знали, что это вот такой духовный старец, какой-то такой неофициальный, подходили к нему за духовными советами, и некоторые уверяли меня, что его даже патриарх Пимен приглашал на какие-то беседы после службы, вот, то есть, да, была вот некая такая зона соприкосновения катакомбной традиции и официальной московской патриархии в советские времена, или, скажем, некоторые насельники Почаевской лавры 60-х-70-х годов становились епископами катакомбной церкви, оставаясь насельниками Почаевской лавры. бывало, да, такой буферный, буферное какое-то пространство, да, но более радикальные катакомбники, конечно, этого не признавали, считали такие вот ветви сикачевцев тех же слишком либеральными, слишком компромиссными и не имели с ними общения, но это тоже такая отдельная большая тема. Ну да, тогда закрывая этот вопрос интеллигенции и веры, и воцерковленности, вопрос лично к вам, вот вы не удовлетворяетесь вот таким домашним по Дитриху Банхеферу безрелигиозным христианством и все-таки участвуете в общинной жизни, да, вот в альтернативном приходе. Вопрос такой, а почему, собственно, вот вы, вам мало просто вот компании друзей, а кому-то это вполне достаточно. с чем вы это связываете? Ну, во-первых, мое воцерковление произошло еще в конце 80-х годов, вот, когда, ну, того дискурса, который вот в нулевые годы возник, или в конце 90-х, еще не существовало. Вот, тогда вообще любая церковность, даже МПшная, оказалась альтернативной в отношении к советскому обществу, к советскому мейнстриму. Вот, я знаю некоторых моих единоверцев, единомышленников, живущих здесь, в Москве, которые либо вообще практически не приходят в этот храм, в который я хожу, либо делают это крайне-крайне редко, один раз в год, два раза в год, вот, то есть они как-то вот пошли до конца по пути этого альтернативного домашнего катакомбного христианства, вот, многие из них считают, что этот храм, ну, так сказать, нам долго удержать не удастся, все равно его отберут, вот, да и сейчас он инфильтрирован, так сказать, всевозможными наблюдателями, агентурой и так далее, вот, у них это не очень вызывает доверие, может быть, у некоторых из них. Значит, ну, возвращаясь ко мне, во-первых, это во многом связано с особенностями моего личного воцерковления, и того, что я все-таки приобщился к этой церковной субкультуре, я получил духовное образование в семинаре, вот, и вообще планировал когда-то клириком становиться. Для меня просто вот с культурной точки зрения существует такая потребность в литургическом действии, в пении, чтении, я же активный участник благослужения, я там на клиросе подвязаюсь, не просто так пассивно в этом участвую, вот, так что мне важно вот как-то сохранять преемственность этой культурной традиции, в которую я вошел, но кроме того, чисто практически легче участвовать в таинствах, приходя в храм, чем в домашних условиях, это дисциплинирует определенным образом, вот, но с точки зрения теории, да, я с вами согласен, пожалуй, такой вот просто крайне жизненной необходимости для того, чтобы спасти свою душу, обязательно там ездить раз в неделю в храм, да, такой необходимости нет, можно в более компактных, большинство, даже не, как бы выходя уже за пределы Москвы, если взглянуть во всероссийском масштабе на нашу юрисдикцию, то большинство ее мирян и даже монашествующих вполне ограничиваются тем, что собираются по квартирам вот на очень такие компактные камерные богослужения, там причащаются запасными дарами, вот, исповедуются по электронной почте, допустим, вот, или там ездят раз в год встречаться со своим епископом, и это, в общем, такой более как-то вот такая более жизнеспособная модель, что ли, церковной жизни, особенно в условиях гонений, дискриминации, чем там какая-то вот борьба за храм, попытки любой ценой удержать этот храм, в конце концов, для того, чтобы нам выжить на этом кладбище, тоже приходится идти на кучу компромиссов, если бы я был клириком, то я на многие из этих компромиссов, наверное, не смогу пойти, а без них нельзя удержать храм, вот, это тоже определенный вызов для такого истинно православного сознания. Ну да, то есть возвращаемся во времена СССР, когда тоже многим священникам приходилось идти на... Когда мне делались предложения о рукоположении, уже в таком достаточно зрелом возрасте, в 90-е годы, может быть, я и сам об этом помышлял, в нулевые годы я уже не помышлял, но именно в нулевые годы на меня эти предложения обрушились, я отказывался именно по той причине, что я понимал, что вот такую меру компромисса я, наверное, не смогу понести, поэтому мне надо оставаться на каких-то вот таких более скромных ролях, меньше брать там ответственности, тяжести на свою душу, вот, и это более такой, ну как-то вот комфортное, не очень правильное слово, ну, более соответствующее моему характеру, что ли, церковный путь, путь церковной жизни. Так что да, если бы не какие-то вот мои культурные особенности, культурные привычки, наверное, я бы вполне удовлетворился домашними богослужениями. Кстати, они очень расцвели во время вот самоизоляции, карантина, вот, храм был как бы недоступен или очень редко можно было туда попасть, вот у нас был определенный такой вот как бы график, чтобы на клиросе только один человек находился, патриотическое начальство не допускало больше одного человека, поэтому я бывал только на очень редких службах вот, Великого Поста и Пасхального периода, остальные службы я дома совершал и, в общем, как-то оценил. участвовать в Евхаристии вы не могли или вам выдумали? Дома я не... Вообще, епископ наш призывает участвовать дома в Евхаристии, но я, мне как-то вот это непривычно просто в силу моих каких-то пережитков, которые тянутся еще с 80-х годов, я понимаю и поддерживаю других людей, которые дома участвуют в Евхаристии, но мне как-то вот это пока, так сказать, сложно психологически. Ну да, вот к слову о тех уступках, на которые нужно идти, вот епископ апостольской православной церкви Григорий Александрович Михнов-Войтенко, он говорил, что его церковь совсем не нуждается и не нужно идти на какие уступки, потому что все совершается на квартирах либо на территории единственного храма, который построен на его же участке. В принципе. Да, хотя, как мы знаем, храмы, построенные на участках, все чаще становятся тоже объектом нападения разных инстанций государственных. Вот у нашей юрисдикции есть храм в Новой Купавне Ногинского района Московской области, построенный на частном участке. Так его настоятель, хозяин этого участка, вынужден был какие-то изматывающие судебные процессы вести из-за того, что сначала архитектор района пытался доказать, что не может частный дом иметь внешние признаки храма. Потом пытались его осудить за то, что в частном доме по нормам противопожарной, санитарной, безопасности не может собираться там больше десяти человек одновременно. потом его пытались судить за то, что этот дом имеет жилое назначение и вообще построен на территории жилой застройки, а используется для каких-то общественных мероприятий. Он не имеет права, не изменив профиль предназначения этого строения, использовать его для богослужения. То есть много есть, это просто я вам так на вскидку привел один пример, но подобные примеры есть и в других регионах, где людей пытаются преследовать у протестантов это часто происходит, кстати, когда они жилой дом используют для богослужения, а их какие-то органы обвиняют в том, что это только что закончился суд в Свердловской области над баптистами, которые молились в частном доме на самом участке. С этим тоже в России не так просто. Это тоже надо как-то шифроваться, не афишировать, как-то тихо, в полголоса, громко не петь. Тогда, может быть, это как-то еще прокатит. А результат какой суда по баптистам? Обязали хозяйку этого дома прекратить допуск верующих, расторгнуть. Она даже договор подписала религиозной организации зарегистрированной о том, что позволяет им молиться в своем доме. Договор этот был расторгнут. С нее был, естественно, какой-то штраф взят. Это на нашем портале описано было в пятницу или в четверг. это очень свежая история. Но она довольно типичная. Таких историй десятки. Ну да, свидетели Иеговы за такое собрание могут просто уголовно... Даже это когда не массовое собрание, а просто человек у себя на кухне один. Да, да. Есть очень много случаев, когда люди вдвоем разговаривали. Особенно если один из них сомневается, допустим, в вере, а другой пытается его наставить. И это становится потом известно правоохранительным органам, то они это интерпретируют как пропаганда экстремизма и попытка осуществлять, втягивать в экстремистскую деятельность граждан. А вот такое, по вашему опыту, впечатлению, вот такое преследование верующих не дает эффекта прихода в эти религиозные организации людей, которые до этого не принадлежали никаким организациям. Просто вот если брать историческую ситуацию, очень многие священники, очень многие люди были рукоположены священники уже после революции 1917 года. Причем объясняли это так, что действительно до 1917 церковная жизнь воспринималась как такая предаток государственной жизни, а настало светлое время гонений, ну вот людям, знакомым с христианской психологией, это будет понятно, когда можно действительно уже вести духовную настоящую жизнь. я думаю, я думаю, что после революции 1917 года была, как это непарадоксально прозвучит, более здоровая духовная атмосфера, было ясно, вот, кто враг, а кто, так сказать, единомышленник. Вот, нынешняя ситуация это какое-то вот такое болото со стоячей водой, где просто какое-то гниение такое вот социальное происходит в России. Вот, эти гонения, они тоже, знаете, такие, да, вот у свидетелей Игова, они окружены романтическим каким-то ореолом, и говорят, это какую-то вот часть молодежи к ним привлекает. А в случае с альтернативными православными, ну, они в каком-то таком вялотекущем формате ведутся. В конце концов, никого в тюрьму не сажают и не убивают, а какие-то просто изъятия имущества происходят, какие-то клеветнические публикации, но не более того. Вот, поэтому вот таких вот романтических каких-то коннотаций, которые были после 17-го года, сейчас не возникает. Но в 90-е годы, когда это явление было, в общем, достаточно новым, да, некоторое количество людей в такие альтернативные православные общины пришли под впечатлением от того, что эти общины гонят. Тогда очень в ходу была такая поговорка «Не та церковь истинная, которая гонит, а та, которая гонима». Кто-то приписывал Иоанну Златоусту эту фразу. Вот. Но сейчас это все уже не работает. Сейчас, видимо, настолько как бы вот эта инерция разочарования и переоценки церковного возрождения велика, что вообще любая институциональная религиозность, вот, патриархийная, непатриархийная, протестантская, вот, уже не вызывает вот как-то интереса. Да, вот домашние формы религиозности может имеют еще какой-то шанс, но то, о чем вы говорите, нет, пока этого не наблюдается. Возможно, если Россия вступит в период каких-то крупных исторических трансформаций, нового какого-то распада, преобразования государства, смены режима радикальной, ну да, может быть, это приведет в движение какие-то и религиозные силы в том числе, но нынешняя обстановка не благоприятствует, по-моему, таким исканиям, вот, все, в общем, находятся на какой-то такой точке замерзания, в состоянии некоторого застоя, нет, нет, нет уже нового притока, уже и отток-то прекратился, отток, так называемое расцерковление, это был тренд примерно вот 2005-го, 2015-го годов, вот, оттекло очень много народу, это было модно, и там камин-ауты записывали разные бывшие монахи, священники, вот, но даже это прекратилось, то есть уже, в общем, как-то все так настолько стабилизировалось, что вот как-то этот малый остаток, который остался, он уже не меняется, в таких же параметрах он остается уже много лет. Ну да, вот в свое время Виктор Шендерович сказал, что когда поддержка государством и церкви прекратится, церковники займут вот свою маргинальную позицию. Ну и действительно сейчас может быть плюс в том, что идет такое большое строительство храмов и храмовых домов в том, что когда поддержка уйдет, то за счет того, что настоятельные начнут сдавать общины какие-то помещения сторонним организациям, это позволит содержать вот эти огромные храмы, которые строятся, потому что сама община это никак не Ну да, насколько я знаю, уже многие помещения сдаются, иногда даже скандалы вокруг этого возникают, но если вы заметили, после коронавируса в Москве возник гигантский кризис, вот аренды коммерческой недвижимости, и все больше, все чаще можно на витринах увидеть объявления, что это сдается в аренду, вот, то есть предложение здесь уже существенно превышает спрос, и в таких условиях, боюсь, даже этот способ не поможет вот содержать храмы, они же, как правило, такие гигантские, требуют больших довольно расходов, даже на коммунальные платежи, так что мне кажется и эта модель уже как-то не прокатывает. Ну да, видимо, придется в итоге использовать модель заграничных приходов, когда священник должен работать, чтобы содержать семья и семью, а вообще превращается просто в... Ну да, священник будет работать, а, видимо, в половине этих храмов богослужения будут совершаться нерегулярно, может быть, даже как-то сезонно, чтобы зимой там их не отапливать, допустим, потому что объективно нет спроса на такое количество храмов, вот, дай бог наполнить прихожанами хотя бы то, что есть, если все время строить новые, 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 но я думаю, темпы этих строек тоже уже как-то замедляются, вот, если наступает какой-то такой кризис структурный, то будет уже недостроительство новых храмов, но даже того, что построено за последние 10 лет, для Москвы, например, избыточно, как мне кажется, в Москве всего два католических храма, да, и они поэтому довольно плотно заполняются народом.